Привет всем, с вами Школа Ложка. Это второй видеоурок, и в этот раз я расскажу, как поднять букет сервер на версии 1.2.5 с установкой модов и плагинов. Приступим. Нам понадобится jar-файл сервера. За ним мы полезем на mcportcentral.co.za. Оттуда скачаем готовый, уже пропатченный jar-файл сервера, включающий в себя modloader и minecraftforge, необходимые для загрузки на букет сервере модификации. Как видно из описания, нам рекомендуют скачать 91-ю сборку сервера. Ее мы и скачаем. Здесь же на сайте можно скачать все портированные под букет сервер модификации. Для примера скачаем модификацию Industrial Craft. Не выходя из браузера, перейдем на букет.орг, где находятся все необходимые плагины для сервера. Для примера скачаем плагин xaus для авторизации в игре. Русифицированные плагины можно найти на сайте rubuket.org. Обращайте внимание на версию плагинов. Качаем плагины строго для нашей версии сервера. После того, как мы все скачали, нам понадобится запускатор для сервера. Батник, если мы работаем из-под Windows. И sh-файл, если работаем из-под Linux. Внутри оба файла похожи. Обратить внимание стоит только на параметр .xmx, который представляет собой максимально выделяемую память под сервер. Однако, увеличивая потребление оперативы, не забывайте оставить хотя бы 1 гигабайт под остальные нужды сервера. Теперь, когда наш запускатор готов, переименуем jar-файл сервера в bukit jar и запустим наш сервер. После запуска создаются конфигурационные файлы и прочие файлы и папки. Сейчас нам понадобится файл Configuration Properties, в котором находятся все конфиги сервера. В настройках поменяем имя основного мира. При этом не забудем удалить папку со старым миром. Далее включим статистику сервера для сайта. Позволим полеты на сервере. Разрешим играть на сервере с пиратских аккаунтов. Изменим сложность при желании. И изменим подпись, которая будет отображаться при выборе сервера. Сохраняем настройки, перезагружаем сервер и еще раз открываем данный файл. Можно заметить, что в настройках появился новый параметр, а именно порт, на который будет передаваться статистика сервера. Для того, чтобы не было конфликта между портами сервера и статистикой, изменим порт для статистики на 25566. Сохраняем и закрываем файл с настройками и перебрасываем модификацию и плагин в нужные папки. Плагин авторизации извлекаем из архива. После всего проделанного остается только русифицировать сервер. Для этого лезем в поисковик и ищем Minecraft 125 русификатор сервера. Google выдает множество вариантов. В принципе, должны подойти все. Открываем наш букет JAR любым архиватором и перекидываем сюда все файлы из только что скачанного архива. На этом создание сервера заканчивается, но танцы с бубном только начинаются, поскольку никогда неизвестно, что может произойти при добавлении новых модификаций и плагинов на сервер. Но это уже совсем другая история. Благодарю за внимание. Надеюсь, урок был вам полезен.